Ну, наверное, скажем так, печальный закон, это закон о приостановке действия социальных выплат, то есть, которые мы вынуждены были принять в тех условиях финансовых, в которых находилась область. А самое неудачное, я думаю, многие согласны, это ноябрь 2012 года, антисоциальный пакет, который Кажеменко вносил по лишению льгот ряда категорий наших граждан, которые нуждались в них. Отмены льгот для ветеранов труда, при условии, что если у них прожиточный минимум превышает, вернее, доход превышает полтора прожиточных минимума. И потом по протесту гражданина, он дошел, насколько я помню, до Верховного суда, вынуждены были этот закон отменять. Конечно, но это не совсем красит работу депутатов шестого созыва. Тут, конечно, вот эти вещи, связанные с отменой индексации по социальным выплатам, это один из самых неудачных моментов деятельности ЗАГС-собрания. Был принят закон о детях войны. Льготы тем гражданам, которые проживают в Амурской области, которые родились на период окончания войны, на 9 мая, не было 18 лет, не исполнилось 18 лет. Закон, который лишает гарантии ряда муниципальных должностей, это важный момент, потому что он экономит бюджетные средства. Плюс закон Амурской области о знамени Победы, он важен в патриотической и воспитательной точке зрения. Ну, из удачного, опять же, почившего в БОЗе, скажем так, закона, это субсидирование кредитных ставок ипотечникам, когда губернатор Кожемяка заявил о том, что мы область будем выплачивать. Но в итоге, вы помните февральские выступления на ОКЦ тех людей, которые и кредиты взяли, и обязательства на себя. А областная льгота вот эта по выплате была отменена фактически, из-за, опять же, отсутствия денег. Я не готов сказать, какой самый лучший, то есть, считаю, что все законы, мне, по крайней мере, за них не стыдно, которые мы принимали, они все были продиктованы велением времени и все были направлены на развитие Амурской области.